Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – национальные символы – флаг, герб, гимн. Для того, чтобы государство было признано в мире, ему необходимо иметь определенные официальные государственные символы – флаг, герб и гимн. В цветах флага страны, в рисунке ее герба, а также в музыке и словах гимна каждой страны отражается не только ее историческое прошлое, но и устремление в будущее и ценности настоящего, которые касаются всех людей, живущих в этой стране. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. 1. Триединная государственная символика 2. Регалии царской власти 3. Стяги и иконы Хоругви на Руси 4. История появления и символика цвета бело-сине-красного флага России 5. 5. История появления и символика цвета имперского флага 6. Российский герб как отражение исторических традиций государства 7. История российского герба 8. История российского гимна Триединная государственная символика 7. Символами страны могут быть ее различные особенности, традиции, предметы, характерные и типичные только для этой страны 8. Матрешка, Масленица, Кремль, Балалайка и другие. 9. Но национальные символы государства это святыни, которые объединяют всех людей той или иной страны. 9. Они существуют очень давно, но были приняты по соглашению разными странами, как триединная государственная символика всего лишь с 19 века. 10. Было утверждено, что эти символы объединяют народ в единую нацию и придают ему позицию государственности. 10. Уважение к символам своей страны является проявлением активной гражданской позиции каждого ее жителя. 11. Таким образом, флаг, герб и гимн повсеместно считаются символами государственной власти стран мира. 11. Регалии царской власти Первыми составляющими официальной государственной символики Руси надо считать регалии царской власти как высшей государственной власти России. 12. К ним во времена Ивана Грозного относили нагрудный крест на золотой цепи, царский венец, более известный как шапка Мономаха. 13. Цветы бармы – наплечники из дорогой ткани, украшенные драгоценными камнями. 14. И скипетр – жезл, символизирующий государственную власть. 15. Эти знаки играют очень важную роль, так как с их помощью происходило возведение царей Руси на престол, их коронование, а все остальное время большая их часть, как правило, не использовалась, а находилась для сохранности в царской казне. 15. Начинается Родина с памяти, с почитания истоков своих, с герба, гимна, российского знамени, с уважения заветов святых. 15. Начинается с русской истории, что описывал Нестер-монах. 16. Благовесто степенным просторами, шапки той, что носил Мономах. 17. Автор Фирсов. 17. Вот оружие нетленное, да послужит оно вам вместо шлемов. 18. Вместо флага в средние века на Руси использовали чудотворную икону Богоматери, с которой ходили на войну войска. 18. Как правило, перед сражением, перед чудотворной иконой совершали общую молитву. 18. На знаменах часто изображали святых, например, святого Георгия Победоносца, святого Николая, архангела Михаила и других. 19. Такое знамя играло роль оберега, то есть божественной защиты для войска. 20. Рассказывается даже, как легенда, история, что перед главной битвой с монголо-татарами на Куликовском поле 20. Великий праведник Руси, признанный затем русской церковью святым Сергий Родонежский, вручил князю Дмитрию Донскому икону Хоругвь с изображением спаса нерукотворного и сказал 20. Вот оружие нетленное, да послужит оно вам вместо шлемов. 21. Считалось, что эта Хоругвь помогла русским войскам победить огромное войско монголо-татар. 22. Кроме того, на некоторых знаменах, например, у русских стрельцов были нарисованы православные кресты. 23. Стяг, Хоругвь и знамя. В древности на Руси флаг назывался стяг, что в переводе с древнерусского обозначало палка. Под ним стягивались, то есть собирались русские воины, строились в боевой порядок, шли на войну и тому подобное. 24. Именно стяг был ориентиром в бою. 25. В те времена считалось, что если в драк добирался до стяга и перерубил его, то битва проиграна. 26. А потому именно возле стяга происходили самые жестокие бои. 27. Нести стяг и защищать его считалось очень почетным заданием. 28. И его выполняли самые сильные воины или, как их называли на Руси, богатыри. 29. Кроме того, в летописях стягом называлась и определенная часть войска. 29. Таким образом, по числу стягов определялась сила и величина армии. 29. Стяги в древние времена были разными. 30. Если на них изображался Христос или христианские святые, то такой стяг называли Харугвь. 30. Харунжием звали богатыря, носящего такое знамя. 31. Именно Харугвь стали называть знаменем от слова «знамение» – образ, символ. 31. Образы Христа и святых на знаменах символизировали поддержку Богом русских воинов. 31. Харугви хранились в церквах, выносились во время определенных праздников специально обученными и заслуженными людьми – харугвеносцами, 32. А во время войны с почетом и молитвой передавались воинам. 32. Остальные знамена представляли собой треугольники красного цвета, которые со временем также стали звать «знаменем». 33. История появления бело-сине-красного флага России. 33. Считается, что современный вариант русского флага в Россию привез из Голландии царь Петр Первый. 34. На самом деле бело-сине-красный флаг появился еще во времена отца Петра Алексея Михайловича. 34. Это был известный сегодня бело-сине-красный флаг, который использовался русским флотом на Каспийском море. 35. Известно, что в 1668 году был создан первый военный корабль «Орел», на котором был бело-сине-красный флаг с изображением «Орла», хотя нет точных данных, как он выглядел. 35. Петр Первый выбрал этот флаг не только в знак уважения к отцу, но и определил ему важную роль. 36. При Алексее Михайловиче флаг исполнял роль опознавательного знака, так как в Каспийском море плавали корабли других стран. 37. В частности, арабские и турецкие корабли. 38. Следует отметить, что знамя на мачте корабля являлось также сигналом соблюдать правила цивилизованной войны, которые были приняты в Европе. 39. Флаг был знаком суверенитета. 39. Он означал, что палуба корабля – это территория независимого государства. 40. Но государственной символикой в то время флаг ещё не обладал. 40. Пётр Первый стремился сделать Россию частью культурной Европы. 41. Он утвердил сразу несколько знамён и для русского флота, и для сухопутных войск. 41. Их было так много, что практически у каждого полка было своё знамя. 42. Но главного флага всё ещё не было. 42. Выбор Петра Первого – символика цветов российского флага. 43. И в 1699 году из множества знамён роль государственного флага Пётр Первый отвёл всё же бело-сине-красному флагу, 43. Под которым в тот период ходили мирные торговые корабли. 44. Таким образом, Пётр Первый особо выделил стремление России к добрососедству и миру. 45. Пётр Первый определил этот вариант флага как государственный. 45. Дело в том, что данные цвета флага означают очень многое для менталитета русского человека. 46. Издревле белый цвет считался цветом чистоты и веры. 47. Синий – символом надежды, а красный – это символ любви и красоты. 47. Вера, надежда, любовь – три образа, три понятия и три женских имени, трёх святых, особо почитаемых в России. 48. Ну, а горизонтальное расположение этих цветов носит религиозное значение. 48. Белый – вера, бог, синий – надежда, небо, красный – любовь, земля. 49. Есть и другие варианты. 50. Белый – бог, синий – богородица, красный – кровь Христова. 50. Флаг России – это знак государства Мессии, которое признаёт распространение идей добра и истины своим национальным призванием. 51. Трёхцветный бесик. Также, кроме всего вышесказанного, три цвета русского флага соотносились с цветами трёх братских народов и их стран. 51. Белая Русь – белый цвет. 52. Малая Русь – Малороссия или сейчас Украина – синий цвет. 53. И Великая Русь – Великороссия или Россия сегодня – красный цвет. 53. Это, к тому же, полностью соответствовало принятому титулу царей, а затем и императоров Российской империи. 53. Государь в селя Великая и Малая и Белые России. 54. Так или иначе, трёхцветный флаг прижился и полюбился народом. 54. Который ласкательно называл его Бесик. 55. Бесик расшифровывался просто – белый, синий, красный, то есть Бесик. 55. Чёрный орёл на золотом фоне. 56. Трёхцветное знамя Петра Первого просуществовало в факте, 56. Практически до революции в качестве знамени России. 56. В 1712 году для военно-морских кораблей был введён новый флаг – Андреевский – в честь апостола Андрея Первозванного. 56. Это был белый флаг с синим лазаревым крестом. 57. Кроме этого знамени, в начале XVIII века он утвердил ещё одно знамя с изображением двуглавого чёрного орла с морскими картами в когтях на жёлтом фоне. 57. Возможно, этот флаг был водружён на русском фрегате «Штандарт» в 1703 году. 57. Позже, в связи с коронацией Елизаветы Петровны, в 1742 году появилось государственное знамя. 57. На жёлтом фоне был изображён чёрный двуглавый орёл, вокруг которого располагался 31 герб всех российских земель. 57. Имперский флаг. Царь Александр II в 1858 году ввёл чёрно-жёлто-белый флаг, который часто называли имперским или флагом романовских цветов, 57. Так как его использовали, как правило, в присутствии представителей монаршей семьи или самого императора, 58. А также в государственных учреждениях. 58. Флаг был официально признан в течение 25 лет, до 1883 года. 58. Хотя его отменили гораздо позже, в 1896 году. 58. Флаг создал барон Кёне, который был автором российского керпа. 58. Он исходил из того соображения, что на знамени должны повторяться цвета российского имперского герба. 59. Чёрный двуглавый орёл изображался на золотом фоне щита. 59. Серебряный цвет, как утверждают исследователи, был взят спонтанно. 60. Но известно, что белый серебряный цвет является символом чистоты, вечности и цветом Георгия Победоносца. 60. Нужно сказать, что выбор этих цветов для герба вполне объясняется пристрастием Бернарда фон Кёне к традициям Австрии и Пруссии. 61. В настоящее время русские монархисты и националисты являются сторонниками использования этого флага. 62. И, кстати, одним из аргументов считается тот примечательный факт, что за период его использования Россия ни разу. 63. Не проиграла в войну. Имеется в виду Кавказская война на Балканах и в Афганистане против Британии. 63. Позднее царь Александр Третий перед своей коронацией восстановил прежние цвета флага. 63. Знамя страны Советов. 64. Революция 1917 года, естественно, упразднила знамя и герб. 64. Красный флаг в то время был скопирован у французской революции. 65. Красный символизировал цвет крови, пролитой за идеалы свободы, равенства и братства. 65. Но в стране Советов красный цвет получил дополнительный статус. 66. Он символизировал рождение нового государства, цвет восходящего солнца. 66. Современный российский флаг. Вечная дева жизни. 66. 22 августа 1991 года указом президента Бориса Ельцина дореволюционный флаг был вновь утвержден. 67. Но сегодня символика цветов читается иначе. 67. Белый цвет чистоты и христианской веры. Вечный. 68. Синий цвет Богоматери, покровительницы России. Дева. 69. Красный цвет силы. Жизнь. 69. Вместе получается вечная дева жизни. 69. С девятнадцатого века цвета флага стали соотносить с историческими областями Российской империи. 69. Белоруссия белый цвет. Малороссия Украина синий цвет. 70. Великоруссия Россия красный цвет. 70. Как видим, толкований у российского флага достаточно много. 71. Белый цвет березка. Синий небо цвет. 71. Красная полоска. Солнечный рассвет. 71. Писал Степанов. 72. Звезда серп и молот. 72. Отличие флага от знамени считалось то, что знамя создавалось в единственном экземпляре. 73. А флаг можно было изготавливать в любом количестве. 74. Символом Советской России стал красный флаг. 74. Красный цвет считался цветом революции, цветом пролитой крови за правое дело, на котором были изображены звезда, серп и молот. 74. Звезда символизировала победоносную красную армию. 74. А серп и молот, как орудия труда, символы единства крестьян и рабочих. 75. Приоритет веры над государством. 75. С 1991 года был опять утвержден трехцветный флаг России. 75. От 1998 года 22 августа стал отмечаться День государственного флага России. 76. Русский флаг входит в ряд флагов, которые указывают на приоритет веры над государством. 76. Например, зеленый цвет и полумесяц на флагах мусульманских государств означает веру в Аллаха. 76. А флаг США указывает на единение американских штатов. 76. За умышленную, злонамеренную порчу флага или его уничтожение предусмотрена статья в Уголовном кодексе России. 77. Согласно Уголовному кодексу России, такое действие признается противозаконным и рассматривается как уголовное преступление. 77. Интересные факты из истории флага. 78. Интересно, что самый большой флаг России был поднят в августе 2011 года в Чеченской Республике и имел по площади полотнище 150 квадратных метров. 78. А высота флагштока, расположенного на 300-метровой горе, составляла 70 метров. 79. Ну а в книге рекордов Гиннеса фигурирует и самый большой живой флаг в мире. 79. Его построили во Владивостоке 7 июля 2013 года. И в этом участвовало почти 30 тысяч человек, которые выстроились на мосту через бухту Золотой Рог с красными, синими и белыми флажками в руках. 80. Так удалось создать флаг России величиной 707 метров. 80. Герб как отражение исторических традиций государства. 80. Каждое государство имеет свой герб. Гербы найдены на древних монетах, медалях и печатях государств, существовавших более 4 тысяч лет назад. 80. Слово герб восходит к немецкому слову erbe, что означает наследство. 80. Фигуры и символические изображения на гербе условно выражают исторические традиции государства. 80. Так, животные, изображаемые на гербах различных стран, как правило, олицетворяют силу и власть государства. 80. А потому это хищные и сильные образы – львы, слоны, пантеры. 80. А если изображены птицы, то, как правило, это самые крупные птицы, орлы, например, как олицетворение мощи и силы. 80. И в гербе России, пришедшем от древней Византийской империи, изображен орел. 81. Причем это двуглавый орел со знаками власти в своих лапах. 81. У России величавый на горбе орел двуглавый, чтоб на запад, на восток он смотреть бы сразу мог. 81. Сильный, мудрый он и гордый, он, Россия, дух свободный, писал Степанов. 81. У России величавый на гербе орел двуглавый. 81. Очень интересен герб России. 81. Золотой двуглавый орел, на груди которого щит с серебряным всадником в синем плаще, убивающим копьем дракона. 81. Образ двуглавого орла, охраняющего государство, считается довольно древним на Руси. 81. Его использовали на старых монетах, военных щитах, различных узорах. 81. На российском гербе орел, как символ царской власти, появился после женитьбы великого князя московского Ивана Третьего на византийской принцессе Софли Палеолог, которая привезла с собой родовой герб византийских правителей. 81. Это было в 15 веке, а немного позже Иван IV Грозный утвердил на груди у орла герб города Москвы, щит с изображением Георгия Победоносца. 81. Российский орел имеет две головы, которые смотрят в разные стороны. 81. Это символ единства народов, живущих в европейской и азиатской частях России. 81. Корона, скипетр и держава. 81. Еще позже добавляются три короны, две на головах орла и одна большая над ними по центру. 81. В память о Святой Троице и как символ единства трех братских народов, русского, белорусского и украинского, 81. А затем скипетр и держава, как главные символы царской власти. 81. Хотя изначально три короны, введенные при царе Михаиле Федоровиче, объяснялись символами трех царств. 82. Три великие Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства. 83. А скипетр и яблоко, держава, считались олицетворением самого царя. 84. Скипетр – это жезл, украшенный золотом и драгоценными камнями. 85. Он показывает, что нужно делать для того, чтобы государство было сильным. 85. Держава представляет собой золотой шар, яблоко с крестом наверху. 86. Тот, кто управляет государством, должен охранять, держать его. 87. Отсюда и держава. 87. В давние времена корона, скипетр и держава считались знаками царской власти. 87. Сегодня они напоминают нам о славном историческом прошлом России, 88. А также символизируют ее единство и независимость от других государств. 87. Советский герб. 88. В советское время древний вариант герба был отменен. 89. На его место был принят герб с серпом и молотом, как символами союза трудового класса крестьян и рабочих. 89. С золотыми колосьями – символами богатства народа, хлеб, как символ дружбы и мира, гостеприимства и добра. 89. Красная лента объединяла все союзные республики. 89. Орудия труда – серп и молот – изображались на фоне земного шара, 90. А снизу этот шар подсвечивался встающим солнцем. 90. Наверху шара была изображена пятиконечная красная звезда – эмблема Советской Красной Армии, появившаяся еще в 1918 году. 90. Она выражала готовность народа к защите Отечества. 91. На щите был написан призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». 91. Этот лозунг, написанный на языках всех союзных республик, 91. Выражал идею единства советских народов с трудящимися всех стран. 91. Все союзные республики имели свои гербы. 91. Современный российский герб. 91. В 1992 году опять гербом России становится двуглавый орел. 92. Его головы смотрят на Европу и Азию, а святой Георгий Победоносец, как небесный покровитель России, 93. Как символ победы добра над злом, находится в его центре на щите. 93. Сегодня герб России – это символ веры, уважения и почитания истории страны и вечной победы истины. 94. Герб изображается на государственной печати, которая ставится на всех указах, договорах и других важнейших документах страны. 95. Изображение государственного герба Российской Федерации, как и любой другой страны, помещается на расположенных в разных странах посольствах. 95. Герб также изображается на бумажных деньгах, флагах и различного рода баннерах, представляющих то или иное государство. 95. Хвалебная песнь. 96. Слово «гимн» образовано от греческого «гимнос», «восхваление», «торжественная песнь». 96. Есть гимны государственные, военные, религиозные, посвященные каким-либо выдающимся историческим событиям или героям. 97. Гимн вообще означает хвалебную песнь, исполняемую по какому-либо торжественному поводу. 97. Гимн страны должен быть посвящен той стране, которую он представляет. 97. То есть это торжественная, патриотическая песня Родине. 98. Очень важным является тот факт, что, в отличие от флага и герба страны, гимн обладает не только визуальным эффектом, его можно слышать и исполнять всем окружающим. 98. У России долго не было своего гимна. 99. Вплоть до XVII века во время государственных церемоний и событий общегосударственного значения исполнялись определенные православные церковные песнопения. 99. Долгое время гимном России служила мелодия Полонеза «Гром победы, раздавайся». 99. Первый гимн России. 99. Первый гимн России «Молитва русских» стал исполняться в 1816 году по указу Александра I при встречах императора. 99. Слова гимна принадлежали Жуковскому. Музыка была взята у Генри Керри «Боже, храни короля» 1743 год. 99. Этот гимн существовал до 1833 года. 99. Таким образом, первым официальным государственным гимном России была «Молитва русских», музыка князя Львова, слова Жуковского «Боже, царя храни». 99. Он был написан в 20-е годы XIX века и исполнялся в России до февраля 1917 года. 99. Интернационал. В 1875 году перевёл её на русский язык. 99. После Великой Октябрьской социалистической революции в России государственным гимном стал всем известный международный пролетарский гимн «Интернационал». 99. Он призывал рабочих по всему миру объединиться в борьбе за справедливость на земле. 99. Интернационал был признан государственным гимном России до 1944 года. 99. В декабре 1943 года был создан и утверждён новый гимн Советского Союза. 99. Впервые он прозвучал по радио в ночь на 1 января 1944 года. 99. Сталин лично активно участвовал в создании и корректировке гимна. 99. Авторами слов для него были Михалков и Эль Регистан на музыку композитора Александрова. 99. А «Интернационал» остался гимном Коммунистической партии Советского Союза. 99. С 1955 по 1977 года гимн исполняли без слов, так как в них упоминалась фамилия непопулярного в то время Сталина. 99. Пока теми же авторами не были написаны новые. 99. В 1977 году текст гимна СССР был обновлён. 99. Патриотическая песня Глинки. 99. После распада СССР в 1991 году гимном России стала патриотическая песня композитора Глинки. 99. Отметим, что этот гимн не имел слов вплоть до его замены в 2000 году. 99. Современный гимн России прославляет родину, Россию. 99. Музыке гимна уже более 50 лет, а слова современного гимна были написаны Михалковым в 2000 году. 99. Российский гимн России прославляет родину, Россию. 99. Россия — священная наша держава. 99. Россия — любимая наша страна. 99. Могучая воля, великая слава. 99. Твое достояние на все времена. 99. Славься, Отечество, наше свободное, 99. Братских народов союз вековой. 99. Предками данная мудрость народная, 99. Славься, страна, мы гордимся тобой. 99. От южных морей до полярного края 99. Раскинулись наши леса и поля. 99. Одна ты на свете, одна ты такая, 99. Хранимая Богом родная земля. 99. Славься, Отечество, наше свободное, 99. Братских народов союз вековой. 99. Предками данная мудрость народная. 99. Славься, страна, мы гордимся тобой. 99. Широкий простор для мечты и для жизни 99. Грядущие нам открывают года. 99. Нам силу дает наша верность Отчизне. 99. Так было, так есть и так будет всегда. 99. Славься, Отечество, наше свободное, 99. Братских народов союз вековой. 99. Предками данная мудрость народная. 99. Славься, страна, мы гордимся тобой. 99. Правило исполнения гимна. 99. Государственный гимн России – это музыкально-поэтическое произведение, которое исполняется в специальных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом об исполнении государственного гимна. 99. При поднятии государственного флага, вручении наград на официальных встречах и проводах представителей из других государств. 99. Он может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, либо другом вокальном и инструментальном варианте. 99. Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии с утвержденными законом и музыкальной редакцией и текстом. 99. При официальном исполнении государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины без головных уборов. 99. Иногда присутствующие кладут правую руку на область сердца в знак глубокого уважения перед исполняющимся гимном своей или чужой страны. 99. А если рядом находится флаг Российской Федерации, положено исполнять гимн, повернувшись к флагу лицом. 99. Итак, мы изучили тему «Национальные символы» флаг, герб, гимн и рассмотрели, как по мере формирования и укрепления российского государства создавались и менялись важнейшие отличительные знаки суверенитета. 99. Национальные символы страны – флаг, герб и гимн. Они являются неотлемлемой частью истории и культуры России.